Дорогие друзья, прозвучал вопрос у нас на канале о том, как мы восприняли Америку в самом начале. Это вопрос очень интересный, действительно, да, потому что мы до приезда сюда никогда никуда не выезжали ни в какие страны. Для нас это была первая заграница. Случились какие-то неполадки с нашими документами. И когда мы приехали в Нью-Йорк, проходили таможенный досмотр и паспортный контроль, что-то выяснилось, что у нас не так с документами. И нас не пропустили в страну, задержали и отвезли в мотель, недалеко от аэропорта. Целый день продержали, нас мы ужасно устали. Это было, в общем, довольно-таки такое стрессовое состояние, тем более после перелета такого длительного. Просыпаемся мы на следующее утро в этой гостинице, совершенно не зная, что это на самом деле один из основных американских праздников в этот день, День Благодарения 22 ноября 1990 года. Поскольку у нас смена времени не произошла, да, и мы проснулись довольно-таки рано, включили телевизор и шел парад по Нью-Йоркскому времени в 6 часов утра. Мы посмотрели парад, рассмотрелись по сторонам и подумали, что раз вот мы здесь сидим в этой гостинице, то неплохо бы выйти погулять. Далеко уходить боялись, не было ни карты, ничего, то есть нужно было отойти там на три квартала, эти же три квартала вернуться обратно, чтобы не заблудиться. Город чужой, английский мы так еще не разошлись, скажем так, вот, и как-то так страшновато было. Пошли гулять, заходим в небольшой магазинчик, буквально такой крошечный магазинчик одного хозяина, это не сеть, но такой магазин продовольственный, в котором есть все отделы одновременно, много разного. Тут я была в шоке, мы ужали в 90-м году, полки магазинов были пустые совершенно. В одном магазине можно было купить масло, была очередь, в другом магазине можно было купить молоко, за хлебом была очередь, в общем, с продуктами было не очень. И тут мы заходим в малюсенькую лавку, размером там с нашу комнату, кухню, может чуть-чуть побольше, и вдруг видим все вместе тут и мясо, и колбасы, и собачья еда, и стиральный порошок, и лекарства, и чего там только нет. И мне, честно говоря, даже стало как-то не по себе, меня стало тошнить в этом магазине. А, более того, в разделе фруктов лежали одновременно, мы приехали в ноябре месяце, лежали одновременно арбуз, груша, клубника и сливы. То есть те овощи, которые, по нашим понятиям, вообще никак одновременно-то не произрастают. Вот. И мне стало совсем как-то нехорошо, меня начало тошнить в этом магазине, просто вот от созерцания этого всего изобилия. А Михаил сказал, эх, черт, наших бы родителей сюда, вот как это вот мы видим такую красоту, а они даже не имеют возможности на это все посмотреть. Да, так вот, значит, мы отошли от своего дома в этот магазинчик, это было наше первое знакомство. Прожили мы в этой гостинице 10 дней, за эти 10 дней мы немножко разошлись, уже стали ходить гулять, даже дошли до какого-то другого магазина и купили первая наша покупка из еды, ну, дополнительно к тому, чем нас кормили в этой гостинице. Это была кукуруза в баночках, которой в России был страшный дефицит, мы покупали ее несколько раз, но это был страшный дефицит, и очень редко можно было на нее напороться, и это было что-то такое верблажа. Прошло несколько дней, и мы приехали в Сан-Франциско. Конец ноября, начало декабря, чудная погода, какой-то нереально сказочный город. В Сан-Франциско мне поначалу напомню сказку про Боротино, потому что это было скорее похоже на декорации, чем на город. То есть с виду это был город, дома, вроде все как положено, а на самом деле какие-то сказочные дома, только было впечатление, что они сделаны из кубиков или из тоненьких карточек, и что стоит только ткнуть их пальцем, и можно проткнуть эту стенку насквозь. Но тем не менее это были веселенькие домики, раскрашенные в разные цвета. Солнце светило вовсю, было совершенно непонятно, какой сезон года. И, кстати, это вообще относится к Сан-Франциско, потому что там непонятно, какой сезон года. Вот идешь по улице, думаешь так, а у нас сейчас что, зима, весна или лето? Круглый год цветут какие-то растения, круглый год зеленые деревья, и прекрасная погода в целом. В то же время в Сан-Франциско 20 климатических зон, если мне память не изменяет, что-то вроде этого. В центре города, в даунтауне, очень жарко, светит солнце, а у океана пасмурно, и солнце может появиться только часа в 2 дня, и зайти в 4 часа дня, и будет туман. Такое вот специфическое место. Но, значит, чем характеризовалась зима, были короткие дни. Солнце заходило в районе часов 4, где-то половины 5. Мы приехали, нас встретили родственники, нам нужно было оформить кучу всяких документов, social security, всякие карточки, стать на учет во всякие организации. Одни были очень короткие, машин у нас, естественно, не было, город совершенно незнакомый, люди говорят, что непонятно. Опять же, это в силу моих собственных страхов, я очень боялась заблудиться. И поэтому старалась вернуться домой на общественный транспорте, таким образом, чтобы застать еще светлую часть дня. Я боялась в темноте ездить по городу, тем более, что центр города, даунтаун, совершенно такое место небезопасное в ночное время. Иду я как-то раз по улице Маркет, это центральная улица города Сан-Франциско. Иду примерно таким шагом, как я пошла по улице Горького, помня, что мне нужно зайти туда, зайти сюда, не опоздать на автобус, приехать вовремя домой, не потеряться и так далее. То есть у меня на лице был очень, наверное, я даже не могу сказать, какое у меня было выражение лица, но навстречу мне шел большой черный человек, от которого бы, находясь я в Москве, я бы шарахнулась в сторону, и как-то я себя тоже почувствовала дискомфортно. И этот большой черный человек, когда он со мной поравнялся, он мне сказал смайл. И мне стало так смешно, что можно себе представить, с каким видом я шла по городу, что у меня было написано на лице, если совершенно посторонний человек говорит мне, улыбнись, давай вообще, что ты там в своих муках. И, наверное, вот в силу вот такого начала нашей жизни в Америке, мы как-то вот немножко повеселели. Вообще говоря, здесь люди в основном-то улыбаются. И когда мы в каком-то 2003 году приезжали в Россию, нас все спрашивали, вы приехали из Америки или из Израиля, потому что у нас на лице была улыбка, а в Москве так не улыбаются. Но здесь действительно люди, когда ловят чужой взгляд, они в ответ улыбаются. Это как-то естественно. Ну вот с этого смешного события началась наша американская жизнь. Ну а дальше, конечно, мы имели дело с американцами разных. Категории это были и профессора в университетах, и это были и простые ребята совсем. Но нужно сказать, что если профессора в университетах, они все-таки очень образованные, эрудированные, то люди, которые попроще из бизнеса, они ну совсем уж простые. Наверное, мы с такими людьми в России-то и не пересекались вовсе. Ну у них какая-то есть, вот какая-то так вот сметка такая жизненная. Но они совсем простые, не глубокие. И в то же время были люди, которые немножко были более интеллектуальны. С ними можно было поддержать какой-то интересный разговор, но при этом эти люди были совершенно оторваны от каких-то, скажем так, материальных мыслей. То есть эти люди могли находиться на пособии, на нищенском пособии каком-то, получать какую-то помощь от государства. Совершенно не собирались работать, и для них это все было в порядке вещей. Мы-то находились с ними в таком же положении, потому что мы только приехали, нам еще нужно было сориентироваться. А вот они так жили всю жизнь, и это как бы для них было нормально совершенно. Попали мы в лапы такой организации, это называется Jewish Vocational Services, которая помогает приезжим понять, что такое Америка, обустроиться в Америке. И мы стали ходить туда на занятия. Что хочу сказать задним числом, что парадоксально, это была нон-профит организация, то есть не бизнес, а такая общественная организация, но не для профита, да. Что люди, которые сами не зарабатывают деньги, а там, естественно, не платили больших денег этим сотрудникам, молодые девчонки после колледжа учили нас, как адаптироваться, как проходить интервью, как писать резюме. В 90-е годы мы, естественно, не писали никаких резюме, не было у нас ничего такого. Пытались перенести на английский язык какой-то свой опыт, да. Это все смотрелось здесь смешно, потому что вот так не пишут. Вот. И они, значит, нам говорили, ну, а что вы там из себя строите, там, профессору это самое, вон, идите убирать, полы мыть и так далее. Все так начинают. Мол, нечего сильно выпендриваться. Меня они послали куда-то, ну, не пешком, конечно, на общественном транспорте, в город Бёркли, где есть университет, чтобы я пошла, не знаю куда, поговорила, не знаю с кем и не знаю о чем. Ну, вот типа такого. Ну, и я как-то перестала туда ходить, потому что это было бессмысленно особенно. И что я сделала? Я взяла... Сначала это, наверное, было больше по объявлениям в газете. Просто я смотрела на объявления в газете и запрашивала у компаний, которые давали объявления в газете. Тут это называется job description, написание позиции, да. Там обычно написано, какие требуются навыки, какие нужны умения для этого, чтобы получить эту работу, какое образование и так далее, и так далее. И после этого я немножко перешла к другому типу составления резюме. Я не шла от того опыта, который у меня был, и не пыталась его переводить на английский язык, а я просто из того ассортимента вот этих вот перечисленных навыков, которые требуются на работе, нашла какое-то соответствие тому, чего я знала и умела делать, и написала вот некоторое подобие резюме. После чего я пришла вот к этому работнику этой социальной службы, показала резюме, она была очень возмущена. Она вскричала буквально так, что «но это резюме американца», сказала она, что было само по себе очень смешно. Дело в том, что за кого они нас держали, я не знаю, но если что значит резюме американца, а мы не люди что ли, вот у нас нет там соответствующего образования, чего-то такого взгляда на мир. Но в общем ей не понравилось мое резюме, она хотела, чтобы мы все-таки мыли полы сначала. Ну, поэтому в Америке люди бывают разные. Вот такие нам попались в самом начале, и мы очень быстро перестали пользоваться услугами этих сервисов. Вообще по жизни встречались люди интересные, более развитые и всякие. Хочу сказать, что белые американцы, которые родились здесь и не в одном поколении уже живут, потому что Америка страна эмигрантов все-таки, они по жизни как бы не битые что ли. Мой научный руководитель любил приговаривать, что, дескать, мы нигде не пропадем, потому что мы морозоустойчивые. Действительно, жизнь в Советском Союзе в наше время, она требовала такой адаптивности высокой, и морозоустойчивости действительно. То есть уже с таким опытом как бы нигде не пропадешь. Американцы через это не проходят, у них все гораздо проще, сглаженнее, у них нету, у них все очевидно, нету никакой вот подноготной такой вот, ну, чего-то такого непонятного. Вот все здесь называется straight forward. Идешь на работу, пишешь резюме, и тебя берут. Тебе не нужно искать знакомого, который тебя приведет на работу, договориться, если ты не соответствуешь там требованиям этой работы. Вот. Поэтому жизнь здесь проще, и, соответственно, выросло не одно поколение американцев, которые простые ребята с простыми понятными ценностями. Хорошие ребята в целом, беззлобные, улыбаются всегда. Детки хорошие, образование хорошее. И, в общем, как-то проще здесь жить. Что еще интересно, страна, она фактически держится на многих-многих-многих бизнесах разного размера, которые подчиняются рынку, рыночной экономике, а не управляемой экономике. И поэтому в целом страна построена для людей, а не попреки им. И первое впечатление, которое появляется, когда приезжаешь сюда, что надо же, так просто и так удобно. Подъезжает автобус, и для пожилых людей или инвалидов спускается лесенка. Я помню эти зимние завалы, когда нужно было сесть на автобус, и от тротуара под автобус шла ледяная горка, и нужно было даже по молодости лет следить, чтобы не скатиться под колеса этому автобусу. Страшно было. Я уж не понимаю, как старики могли забраться в этот автобус. Здесь продумано. Здесь опускается тележка, чтобы им было легче... Не тележка, ступеньки опускаются, чтобы им было легче туда забраться. Нет тротуаров, чтобы на перекрестке не было такого спуска без ступеньки, для того, чтобы можно было свести человека на инвалидной коляске. Здесь, в Диснейленде, и во всех увеселительных мероприятиях можно встретить специальные дорожки и привозят инвалидов, полных парализованных, которые путешествуют, на кораблях путешествуют, в инвалидных колясках, и для этого созданы все условия. Поэтому страна сделана для людей, и в условиях, когда людям живется хорошо, то они и не сильно как-то заостряются на том, что может быть плохо. Но они расслаблены, они более расслаблены, чем люди в России. Люди в России ходят как струнки натянутые. Мало ли что сегодня случится. Подорожает там все опять во много раз и так далее. И хлеба не будет, еще чего-то не будет. А здесь народ более расслабленный. И это, кстати, оборотная сторона медали, потому что дети иммигрантов, родители приехали, работали тяжело, потому что нужно было выживать, нужно было состояться, нужно было как-то себя устроить в новой стране. И дети оказались в какой-то момент, не то что заброшены, они не были в буквальном смысле заброшены, но, наверное, родители, которые сами находились под стрессом, не могли им уделять должного внимания, которое им было необходимо в тот период. И поэтому дети иммигрантов вырастают, в общем-то, очень инфантильные. Они получают хорошее образование, но потом как-то по жизни у них нет вот этих амбиций, у них нет вот этого вот драйва, нет вот этой энергетики, чтобы пойти чего-то добиваться. У них и так все хорошо. У наших знакомых, у нескольких причем, великовозрастные дети, потрясатник, живут с ними в доме, и когда у них там нету чистых стиранных трусов, они берут из папиного ящика, вплоть до такого. То есть настолько не хотят жить самостоятельно, не могут жить самостоятельно, не работают на такой работе, чтобы они могли платить плату за жилье, не зарабатывают достаточно. И при этом нет никаких амбиций абсолютно. Это очень большая проблема. И я даже не знаю, собственно, ну вот опять же, это родителям очень тяжело в тот момент, когда они сами проходят через стресс-адаптации, предотвратить это каким-то образом. Но вот такие вот факты имеют место быть. У нас был ремонент школы в сентябре месяце. Мы встретились со знакомыми, с которыми не виделись там уже по 20 лет, когда школа началась. И они рассказывают вот такие истории, и это очень печально, конечно. Что хотела я еще отметить? Насчет английского языка был вопрос, что там ребенок в Москве говорит по-русски, родители хотят, чтобы он говорил по-английски. Не заморачивайтесь на эту тему. Если вы собираетесь приехать в Америку, сохраняйте русский язык. Английский язык приходит очень быстро. Пару месяцев ребенок начнет щебетать, как птичка. Он не будет знать нюансов всех, но он подхватит язык моментально. А вот русский язык будет забиваться. И чем больше вы русского языка сюда привезете, тем лучше. Я разговаривала со своей знакомой. У нас внучка, она ходила в русский детский сад. Очень хороший, кстати, детский сад. И она до пяти лет вообще не говорила по-английски. Когда я разговаривала со своей знакомой, которая уже член Корр Академии педагогических наук в Москве, и как-то так мы в разговоре обмолвились. Я говорю, что моя внучка пять лет не разговаривает еще по-английски. Она говорит, как? Как так можно? Ну, дело в том, что мы же находимся в среде с погружением. Она только пошла в англоязычную среду и моментально подхватила язык. Это не проблема. А вот проблема сохранить тот язык, когда она начинает уже вставлять там типа слова, какие духи ты сегодня оденешь. Ну, вот такого типа. Вот это сложно предотвратить, потому что английский язык все-таки забивает. Забивает. Поэтому не учите детей, пусть они учат русский, пусть учатся читать. И самое главное, когда приедете, поддерживать чтение, потому что очень многие люди, опять же, вот наши друзья, которые приехали, не могли детям уделить должное внимание. Дети плохо говорят по-русски, совсем не читают, и, естественно, не пишут и так далее. Вот. Так что, вот это тоже, о чем я хотела поговорить. Видите, я еду в трафике, так что мне нужно немножко сфокусироваться на самой дороге. Вот. Ну, может, сейчас, если еще что-то придет в голову, еще что-нибудь запишем. Ну, а пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok